Доброе утро! Мы продолжаем встречать новый день на Беларусь-2. Готова поспорить, что очень многие слышали выражение «Если лечить простуду, она пройдет за 7 дней, если не лечить, за неделю». Вот ты согласен с этим? Знаешь, абсолютно согласен, потому что сам крайне редко хожу к врачам и прибегаю к употреблению антибиотиков и прочих сильных лекарств. Максимально стараюсь вылечить себя витаминками, горячим питьем, постельным режимом, ну и просто сбалансированным питанием. А еще лучше делать заранее прививки. Именно поэтому этим утром в нашей студии врач-педиатр высшей категории Ольга Кардыш. Доброе утро, Ольга. Доброе утро. Ольга, впереди сезон простуд. Насколько важно делать прививки и какой принцип их действия? Ну, пожалуй, я с вами соглашусь, что простуда может пройти за 7 дней, но, наверное, только у взрослого человека. Но и то не всегда. Поэтому все-таки мы рекомендуем нашим маленьким пациентам, ну и, собственно, их родителям, выполнять прививки от гриппа перед началом сезона заболеваний. То есть это сентябрь-октябрь, потому что у нас чаще всего в нашей стране бывают две волны гриппа. Это ноябрь, конец ноября, декабрь. И вторая волна – это февраль-март. Поэтому, когда мы выполняем прививку, мы должны понимать, что антитела вырабатываются, или родители должны знать, или им должен рассказать этот доктор, антитела вырабатываются две недели. Три, а через четыре ребенок или взрослый считается полностью защищенным. Так действует любая прививка. Поэтому, если мы с вами предполагаем, что сезон начнется в конце ноября, в начале декабря, значит, ребенок должен быть до конца октября привит. Ольга, всегда ли можно делать прививку, или нужно анализировать состояние, в котором ты сейчас находишься? Ну, вы знаете что? Мамы всегда пытаются уточнить, какой иммунитет перед вакцинацией. Они там пытаются сделать какие-то немыслимые телодвижения, проверить иммунитет, сдать общий анализ крови. Честно, глобально это не требует вот вообще такого подхода. Почему? Потому что узнать это вообще реально невозможно. Но если вы вдруг сомневаетесь, что с вашим ребенком все в порядке, то обязательно нужно посетить доктора. Есть противопоказания к вакцинации. Как к вакцинации от гриппа, так и к обычной базовой вакцинации, которую мы проводим с детям. Они бывают разные. Они бывают временные, постоянные. Они бывают до месяца. Или на всю жизнь, например, есть противопоказания. Поэтому это уже определяет непосредственно доктор. Но если вакцинация проводится по эпид-показанию... Что такое эпид-показание? Ну, например, пришла какая-нибудь хворь адская, да? И спастись от нее невозможно. И мы вынуждены даже в состоянии легкого заболевания выполнять вакцинацию, потому что легкое заболевание не угрожает жизни. А вот эта хворь, которая там, ну, пришла, предположим, да, от которой нужно привить, она, к сожалению, может вызвать летальный исход. И такая вакцинация называется по эпид-показаниям и может проводиться даже в состоянии легкой простуды. Какие еще существуют виды прививок? И вот какие из них нужно делать повторно? Ну, смотрите, у нас есть базовый календарь, по которому мы прививаем наших детей. Это базовые вакцины, которые обсуждаются с педиатром на профилактических приемах. И у нас есть вакцинация от гриппа, в частности, да, о которой мы сейчас говорим в сезон простуд. Так вот, вот эти прививки от гриппа, они есть разные по своим составляющим. Как вообще создается прививка? У нас, не у нас, а вообще в мире, есть такая организация, которая следит за вирусом и имеет в своем составе 100 подорганизаций, да, которые в каждой стране изучают конкретный вирус, конкретный штамп, который был в этом сезоне, и подает в эту глобальную систему все данные. Глобальная система это все обрабатывает и говорит, для южного полушария будет такой вирус циркулировать, для северного полушария будет такой вирус циркулировать. Соответственно, для южного полушария делаются прививки, и для северного полушария делаются прививки. И туда входит несколько штаммов А, Б, С и так далее, разные его подвиды. То есть это не просто они так сидели, знаете, с кондачка, и так, опа, давайте-ка мы в этом сезоне сделаем вот эту прививку. Но бывает так, что вот эта глобальная организация не успевает. Или не то чтобы не успевает, неправильно сказала, наверное, все-таки промахивается с подвидом вируса. Так было в 17-18 году, когда промахнулись с типом вируса, который будет циркулировать. И, к сожалению, вакцинация была такая не очень... Получилась как бы... Неэффективная. Да, будем это называть прямо. Но такое бывает редко. Поэтому каждый год это все изучается, и каждый год создаются вакцины на основании вот этих данных. Дальше. Сами по себе вакцины, они есть цельноклеточные, но мы их не используем, живые или полуживые, назовем их так. Есть сплит-вакцины, и есть вакцины, которые имеют в своем составе конюгаты. Что это такое? Это такое вещество, которое при маленьком количестве содержимого в самой прививке усиливает его эффект. Ну и есть вакцины уже совсем нового поколения, которые на очень современных мембранах, липидах используются. Ну, в общем, система изготовления вакцины, она действительно разная. И вакцины на рынке всегда действительно разные. Причем все варианты представлены. А вот уже какую вакцину выбрать, решает непосредственно лечащий доктор. Потому что только он знает ваши внутренние инсайты. То есть он понимает, что происходит с вашим организмом, какие у вас хронические заболевания, какую дозу вы можете, ну, скажем так, вытянуть комфортно для себя. И вот в этой ситуации уже непосредственно лечащий врач принимает решение, какой конкретно вакциной вас привить. Смотрите, вы через день их образования, вот у школьников, да, и там, не знаю, в вузах... Предлагают вакцинацию, и родителям дети приносят записочки из школы о том, что необходимо привить вашего ребенка, и там прописана вакцина. Мама, прочитав эту записочку, может сказать, хочу или не хочу. То есть она либо поставит свою подпись, либо откажется. Вот я хотела сказать, что выбор вакцины не предлагается. То есть там уже по факту. В школе нет. Но в целом в Республике Беларусь выбор вакцины есть. Вы можете обратиться в поликлинику, в частное учреждение медицинское, да, то есть выбор вакцин есть. Просто этой целью нужно задаться. Ольга, сейчас существует даже целая группа антиперививочников. Скажите, насколько опасен отказ от прививок, или все-таки от прививок отказываться можно? Ну, поскольку я говорила, что у нас есть противопоказания, да, то есть уже из этого мы можем сделать вывод, что отказываться от прививок можно. Но одно дело, когда мы отказываемся от вакцинации по болезни и по необходимости, а другое дело, когда родители или взрослый человек отказывается от вакцинации просто так. Антипрививочники существовали всегда. Они были испокон веков. И каждое десятилетие эти отказы меняются. В настоящее же время мамы боятся такого заболевания, как СДВГ и аутизм, да, то есть, конечно, страх их понятен и объясним, потому что в 98-м году 20-го века, да, в 1998 году один зарубежный доктор предложил и показал исследования и опубликовал их о том, что некоторые вакцины действительно вызывают определенные заболевания кишечника и аутизм, которого все так боятся мамы. Но впоследствии было сказано, что это ошибка или там неправильные какие-то его действия, которые привели к ложной информации. И эта информация была удалена со всех порталов, со всех сайтов. И, в общем-то, ее больше нигде найти, наверное, невозможно. Но я не задавалась целью прям так критично. Поэтому, конечно же, информация прошла, страх остался. Понимаете, информацию можно стереть, но из уст в уста ее могут передавать, да. И этот страх, безусловно, присутствует. Но мне кажется, просто нужно обсудить все со своим доктором, который хорошо знает состояние здоровья вашего ребенка, и решить все свои проблемы и рассеять все свои страхи. Страшно ли на самом деле отказываться от вакцинации или нет? Ну, я как доктор должна, наверное, сказать, что да, однозначно страшно, потому что ситуации могут быть разные, и порой иногда отмотать время невозможно. Но как мама и как человек я хочу, чтобы родители к вакцинации подходили осознанно. Не с кондачка. Сейчас очень пошла такая модная волна, я ее называю «убейся, но привейся». Причем, если чего-то нет в Беларуси, срочно достань из-за границы и привей это своему ребенку. Наверное, я бы так не поступала. Почему? Потому что бывают разные ситуации, и на вакцинацию всегда нужно идти, знаете, с такой светлой головой, чистыми мыслями, договорившись с собой о том, что все будет хорошо. Почему? Потому что если мама все время думает, что от вакцинации будет что-то плохо, но это плохо случится в любом случае. А еще хочу предупредить наших родителей, что любая реакция на вакцину, которая происходит, температурная реакция, например, покраснела место укола, это не осложнение девочки от вакцины, ну не осложнение это, это обычная нормальная реакция, потому что вакцина работает в нашем организме как учитель. То есть мы ввели вакцину, да, и иммунитет вырабатывает защитников, которые впоследствии будут распознавать эту инфекцию и быстро с ней бороться, чтобы не вызвать никаких осложнений, в том числе и летальных исходов. Так вот, температурная реакция, покраснение, это все реально отражение того, что организм молодец, и он отработал, то есть он сработал на эту вакцину. Ольга, спасибо вам за эту полезную информацию. Я уверен, что наши зрители все намотали на ус. А я напомню, что в нашей студии была врач-педиатр высшей категории Ольга Кардыш. Ольга, спасибо вам большое. Спасибо.